Действительная судебная система, система наблюдения и контроля за выборами, запрещены все свободные СМИ, а правоохранительные и контрольные органы используются как инструмент расправы над политическими абонентами власти. Граждане России лишены основных политических прав и свобод. В стране запрещена свобода мысли и выражения мнений. Ликвидирована свобода слова и массовой информации, отобрана свобода собраний и митингов. У россиян уградено право на участие в управлении государством, право выбирать и быть избранным, право на свободу и личную неприкосновенность, право на судебную защиту. Голосованием на таких псевдовыборах невозможно поменять власть в России, тем более невозможно проведение открытых, свободных, демократичных выборов в условиях проведения агрессивной захватнической войны против Украины. Путинский режим планирует с помощью президентских псевдовыборов создать видимость наличия в России демократии, свободных выборов, политической конкуренции и певроризма мнений. Следующее. Еще одна цель псевдовыборов – установление власти Путина на оккупированной части территории Украины. Все, кто проголосует на этих выборах, вне зависимости от места голосования и их выбора, проголосуют за установление верховной российской власти над оккупированными территориями Украины и гражданами Украины, проживающими там. Я поясню. Путинская власть проводит эти псевдовыборы, чтобы россияне выбрали Путина как президента на территории России. При этом как территория России понимается в том числе временно оккупированные украинские территории, что нам на республике Крым, Севастополь, Донецкое, Луганское, Запорожское и Херсонское области. В бюллетене, который будут выдавать избирательным на избирательном участке, не будет варианта против. Там будут только варианты за. За свою версию хорошего президента России для украинцев с оккупированной территорией. И оправдания, о которых сейчас мы много слышим со стороны некоторых представителей оппозиции, о том, что необходимо протестное голосование, о том, что мы пойдем голосовать, чтобы выразить протест, мы придем и испортим бюллетени. Это все не отменяя того факта, что они придут, они примут участие в этой процедуре, они ее признают, и они будут тем самым содействовать восстановлению оккупационной власти на временно оккупированных территориях Украины. Следующее. Выдвижение Путина на третий срок автоматически делает эти псевдовыборы незаконными и нерегативными. Поскольку будет нарушено право остальных кандидатов на равенство прав, будет нарушена Конституция и порядок, который там установлен, то есть запрет на избрание более чем на два срока подряд. Поправки в Конституцию, дающие право Путину избираться в третий раз подряд, были приняты в 20-м году незаконно и нерегативно. Данный вопрос исследовался Европейской комиссией за демократию через право, так называемая Венецианская комиссия. И есть заключение от 18 июня 2020 года, и на это заключение оно было подтверждено в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 13 октября, которое называется «Изучение законности отказа действующего президента Российской Федерации от ограничения срока полномочий». Следующее. На этих псевдовыборах будет полностью исключена возможность реальной политической конкуренции. Все кандидаты, которые будут выдвинуты, будут выдвинуты строго по согласованию с Путиным и будут подчиняться, их штабы будут подчиняться администрации президента. Это очень важный вопрос для путинской власти. Они хотят контролировать бюллетень, и бюллетень имеет очень большое значение для них. Правильно сформировать бюллетень, режим планирует выполнить следующие задачи. Первое. Продемонстрирует безальтернативность Путина. Второе. Создать видимость наличия в России настоящей демократии, серьезной политической конкуренции и свободных выборов. Следующее. Обезопасить Путина от появления по-настоящему популярных и опасных для него конкурентов. Следующее. Эффективно раздробить протечный элитарат. Ну и самая главная цель на данном этапе – это маргинализация антивоенного движения. При этом в рамках вот этого плана, если можно так выразиться, каждый оппонент Путина будет выполнять свою конкретную задачу. Он не должен быть популярным. Он не должен обладать какой-либо серьезной поддержкой. И он не должен по возрасту сильно отличаться от так называемого главного кандидата. Но в то же время он должен иметь возможность саккулировать тот элитарат, который традиционно поддерживает этого кандидата. Например, Жюганов будет говорить про Ленина и акумулировать традиционный коммунистический элитарат. Надеждин, например, должен будет использовать какую-то антивоенную риторику и изображать из себя антивоенного кандидата. То же самое и Юлинский и так далее. То есть у каждого своя роль. Каждый должен оттянуть немножечко своих голосов, что в то же время не представлять никакой угрозы Путину. И административные изъятия все это будут контролировать. Они уже это все контролируют. Будут ставить свои другие штабы и управлять этими кандидатами. Кроме того, если говорить о том, что какие-то кандидаты независимые попытаются выделить свою кандидатуру, то у власти есть тысяча и один способ, как этому воспрепятствовать и не допустить такого кандидата даже до этапа выдвижения. Я не говорю даже до этапа сбора подписей, но даже провести собрание по выдвижению не получится. Кроме того, ни один кандидат, соперник Путина, им же подобранный, не сможет провести полноценную избирательную кампанию. Это также будет жестко контролироваться. И, как я уже сказал, стратегия каждого аппонента Путина будет строго дополнять стратегию избирательной кампании главного кандидата. При этом на кампанию Путина будут работать все уровни власти, то есть вся система власти, и органы государственной власти, и органы местного самоуправления, все российские СМИ, потому что свободные СМИ ликвидированы, остались только провластные, и так называемые общественные и прочие организации, которые в условиях ликвидации Института гражданского общества сегодня выполняют роль общественных. На всю эту деятельность из федерального бюджета будут выделены сотни миллиардов рублей. Помимо традиционных штабных, центральных и региональных структур, социологических служб типа ВЦИОМ и так далее, СМИ, телеканалы, соцсети, средства пойдут на целую пирамиду разношерстных, полугосударственных, коммерческих и псевдообщественных организаций. Например, таких как Фонд президентских грантов, Фонд культурных инициатив, Институт развития интернета, Экспертный институт социальных исследований, ОНО «Диалог», Россия – страна возможностей, движение первых обществ знаний, Фонд защитники Отечества. То есть это огромная махина, которая финансируется из бюджета, и она вся будет работать на Путина. Ну и параллельно будет проводиться большая работа по блокировке альтернативных каналов информации. Я приведу небольшую статистику, для того, чтобы вы поняли штаб этой работы. Только в первом полугодии 2023 года в России по требованию Роскомнадзора были заблокированы или удалены 885 тысяч ресурсов, содержащих запрещенную законодательством информацию. Сегодня, как вы понимаете, законодательством запрещено все, что каким-то образом дает россиянам получить какую-то правду. Это все запрещено. И по сравнению с 2022 года, аналогичный период 2022 года, это на 85% больше, чем было в предыдущем периоде. Таким образом, ни у одного кандидата, партии, либо у других представителей оппозиции не будет возможности не то, что провести избирательную кампанию, просто не будет возможности для того, чтобы носить свою информацию, рассказывать правду. Также мы должны понимать, что власть использует целую массу мошеннических технологий, позволяющих вне зависимости от реальной явки, от реального результата, сделать, нарисовать Путину необходимый результат. То есть предварительно это 75% явка. Говоря про 70%, я думаю, что эти показатели будут расти в течение избирательной кампании и ближе к финалу будут нарастать истерье. И 75% за Путина. Губернаторские выборы 2023 года показали, что они себе нарисовали по 82%, теперь они не смогут нарисовать Путина меньше. Поэтому, я думаю, реальный процент будет 80%. Вот как раз ЕДГ-2023, один день голосования, он стал такой генеральной репетицией. И в ходе этих псевдовыборов, которые проходили в 85 регионах России, были опробованы как старые технологии, я не буду сейчас уже подробно останавливаться, просто назову это трехдневное голосование, ДЭК, пинковое голосование, административно-отраслевая мобилизация, обычные фальсификации, вбросы бюллетеней, воспрепятствование независимому наблюдению на выборах, замена его подконтрольным общественным наблюдением, фейковым общественным наблюдением. И большое значение режим уделяет использованию предвзятого международного наблюдения, для того, чтобы детализировать результаты. Особенно это делалось на временно оккупированных территориях Украины. Также в этом году мы увидели новые методы работы, в кавычках. Это были созданы экстерриториальные избирательные участки. Была предоставлена законодательная возможность проведения всевдовыборов в условиях военного положения. Фантастические варианты даже были реализованы, такие как голосование по любому документу, имеющемуся у человека. То есть если у тебя паспорт России, ты паспорт в Россию, если у тебя паспорт в Украине, исправляешь голосовую паспорт в Украине, если у тебя нет документов, голосовую паспорт в Украине. Массовый недопуск к назначению члена НЕУГИК справа решающего голоса представителей оппозиционных парк, в частности КТРФ. Сокрытие информации, то это касается временно оккупированных территорий Украины, сокрытие информации о численности избирателей, то есть там скрывали и численность избирателей, и составы избирательных комиссий, и поначалу даже составы в списках кандидатов скрывали. Потом новая технология, это использование членов участковых избирательных комиссий в рамках проекта мобильный УИК, и терминал авиаторного голосования ДЭК. Вот это все будет применяться на президентских выборах, это все опробовано, в частности ДЭК будет в 30 регионах, в ДЭКе предполагается, что смогут принять участие 49 миллионов избирателей, ну и мы все прекрасно понимаем, как это будет выглядеть, то есть в пятницу все зависимые категории избирателей, это бюджетники, учителя, врачи, государственные, муниципальные служащие, работники государственных муниципальных предприятий, работники госкорпораций, они все будут голосовать в пятницу, будут голосовать под надзором своего начальства, и там не может быть речи о том, что вы... то есть ни о каких выборах речи не идет. Ну, я не буду сейчас уже подробно рассказывать про все эти методы фальсификации и нарушений. Следующий важный момент, действительно важный. Оппозиция, как бы мы ни хотели, кандидаты независимые не смогут организовать независимое наблюдение и не смогут защитить результаты голосования. Тоже сокращу этот вопрос. Просто пустые цифры. Значит, будет на этих президентских выборах порядка 100 тысяч избирательных участков. Хотя сейчас сокращается их количество, но за счет оккупированных временно оккупированных территорий Украины значит, примерно будет 100 тысяч избирательных участков. Для того, чтобы их закрыть на наблюдение, необходимо порядка 400 тысяч человек наблюдателей. Их надо обучить. Ну, во-первых, надо однозначно, а в условиях, когда все кандидаты получают указания о ведении работы из администрации президента, естественно, никто из них не примет такого решения. Значит, все наблюдатели, которые будут принять на участках, это будут общественные наблюдатели и наблюдатели Единой России. То есть наблюдения на участках не будет. И никто не сможет назначить наблюдателя, потому что таким правом обладают только кандидаты на должность президента. У нас есть опыт ЕДГ 2023, когда 219 тысяч наблюдателей зафиксировали нарушение только на 21 избирательный участок. То есть уже этот ЕДГ показал, что никакого наблюдения независимого нет. И когда там говорят, что надо набирать наблюдателей, надо проводить работу уже сейчас и закрывать участки, ну, это просто обман, люди врут, глядя в глаза. Резюмирую. На президентских псевдовыборах у оппозиции не будет возможности выдвинуть независимого кандидата, провести избирательную кампанию, организовать наблюдение за счет результаты голосования. А самое главное, в ходе этих псевдовыборов невозможно сменить власть в России. Голосовать на таких псевдовыборах это значит просто участвовать в басовке на избирательных участках, призванной помочь в режиме придать легитимность к классификации и показать красивую картинку массового голосования для, значит, СМИ президентских провластных и ввести в заблуждение иностранные СМИ. С учетом указанных обстоятельств предложенный проект предлагает 1. признать псевдовыборы президента Российской Федерации запланировали марта 2024 года на территории России и временно оккупированных территориях Украины изначально незаконными, действительными и нелегативными, а их результаты ничтоженными. 2. объявить бойко к президентским псевдовыборам 2024 призвать граждан России поддержать его и не принимать участие в данных псевдовыборах в качестве избирателей, наблюдателей или членов предприятийной комиссии. 3. обратиться к международному сообществу с призывом признать президентские псевдовыборы 2024 изначально незаконными, недействительными и нелегативными, не направлять своих представителей для наблюдения на данных псевдовыборах и признать их результаты ничтоженными. И последнее. Тут немножко скорректирован тот проект, который вам выдан. Значит, я предлагаю такую формулировку. Поручить исполнительному совету Съезда народных депутатов разработать и реализовать план мероприятий по противодействию очередному этапу узурбации власти в России путем фальсификации процедуры и результатов президентских псевдовыборов. У меня все.